В белорусском городе Гродно на вернисаж допускают зрителей только в особым состоянии. Здесь открылась выставка фотографий, смотреть которые нужно, находясь под гипнозом. Организаторы уверяют, состояние транса для человека самое продуктивное. Оно расширяет рамки восприятия искусства. На что еще способны люди под воздействием гипноза? И кто в это время управляет нашим телом? Россия, Москва, август 2018 года. В полицию обращается 56-летний менеджер по продажам работающей фирмы, которая занимается торговлей и стройматериалами. Мужчина уверяет, что имел при себе крупную сумму – 4,5 миллиона рублей. На улице к нему подошел неизвестный и внушил, что тот стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Потерпевший добровольно отдал незнакомцу все деньги. Мужчина уверен, на него воздействовали с помощью гипноза. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Впрочем, многие эксперты уверены, эта история слишком похожа на розыгрыш. Возможно ли за несколько минут полностью подчинить себе волю взрослого, вменяемого человека? Существуют ли уличные гипнотизеры-мошенники, или это всего лишь миф? И как не стать жертвой внушения? Сегодня в программе. Наш эксперт на улицах Москвы. Как поведут себя под гипнозом простые проходы? Меня Андрей зовут. Хотя как? Я не помню. 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 Существует ли вообще гипноз? Программа «Тайный Чапман» проводит эксперимент. Посмотрим, скольких случайных прохожих удастся загипнотизировать приглашенному нами специалисту и сможет ли он полностью подчинить их волю. Психотерапевт Андрей Ефремов будет погружать в гипноз людей только с их добровольного согласия. Просто представьте, что здесь у вас магниты. Начинает руки сами по себе притягивать, намагничивает магнит все сильнее и сильнее. Вот прям вот это поле, я его чувствую, это поле, и ты можешь это поле почувствовать. Классно, смотри, нарастает. И вот когда они прикоснутся, резкое расслабление пойдет по всему телу. Оп, и посмотри вот здесь на руку, выбери любую точку. Посмотрел, спать глубоко, крепко, полностью расслабляешься. Посмотри мне сюда, только сюда, и спать. Глаза закрываются, закрываются, расслабляешься, расслабляешься, расслабляешься. И сейчас я к тебе прикасаюсь к колбу, и цифры два нет. Цифра два исчезла. Один, два, три. Как себя чувствуешь? Расслаблено. Давай посчитаем мои пальцы. Считай сам. Раз, три, четыре, пять, шесть. То есть у меня на руке шесть пальцев. Начался эксперимент вполне бодро. Неужели любого случайного прохожего можно погрузить в глубокий транс? Узнаем совсем скоро. После Второй мировой войны многие генералы вермахта признавались, что от Гитлера исходила непонятная сила, которая исключала любые возражения. В своей книге «Моя борьба» фюрер точно описал методы манипулирования людьми. Те самые, которыми пользуются современные гипнологи. Но откуда он мог знать о них в первой половине прошлого века? Может ли неожиданно для себя поддаться чужому внушению обычный прохожий? Неужели все мы жертвы гипноза, просто сами того не осознаем? Эксперимент программы «Тайны Чапман» продолжается. Вместе с гипнологом Андреем Ефремовым наша съемочная группа вышла на одну из центральных улиц Москвы. Специалист погружает в гипноз людей только с их добровольного согласия. Глаза закрыл, и на небольшой промежуток времени у тебя нет и никогда не было имени. На счет три проснешься, выполняешь все инструкции. Раз, два, три. Привет, меня Андрей зовут, а тебя как? А я не помню. Получается, всю жизнь без имени жил или когда-то было имя? Не помню. Глубже, глубже, глубже погружаешься. Отлично, отлично погружаешься. Не хочешь? Работаешь. На тебе не работает. Гипноз не работает. Так может быть, девушки легче поддадутся гипнозу? Ты видишь перед собой как будто зал, и там сидит Брэд Питт. Ты открываешь глаза, вон он там сидит в зале. Как? Как тебе? Хочешь, может быть, попозировать, чтобы он заметил? Не получается все очень просто узнать, что не получается. Вначале шея не опускается, нет расслабления, нет гипноза. Выбери точку вот здесь. Любую. Смотришь на эту точку. Внимание. И спать. Спать. Спать глубоко, крепко. Открываешь глаза, и вот паучок, вот паучок. Я посадил паучка тебе. Какого цвета паучок? Черный? Желтый. Желтый? И внутри тебя есть удача, от которой ты пряталась. Обними ее крепко, крепко. Это твоя удача, ты с ней встретилась. Она прямо в твое сердце входит. Вдох. Фух. И больше просыпаешься. Больше силы, больше энергии. Эксперимент программы «Тайны Чапман» продолжается. Удастся ли гипнологу за пару минут полностью подчинить испытуемого своей воле? Они на улице уже тысячу лет стоят. И они прекрасно знают, куда... Они, перечисляя триггеры, так называемые, там, мама, папа, бабушка, дедушка, дом, работа, мимику смотрят. Как глаза у человека меняются. Даже как там зрачки расширяются, сужаются. И находят болевые точки. И теперь, найдя болевые точки, они начинают пророчествовать о будущем. Естественно, что все будет плохо. Дом сгорит, муж умрет, работу потеряешь. Эксперимент продолжается. Почему люди на улицах Москвы перестают управлять своим телом? Это легкий транс с попыткой выйти на гипноз. Мы, любую информацию, которая к нам поступает, а любые внушения тоже являются информацией, мы должны этой информацией сказать либо да, либо нет. Если мы сказали этой информацией да, то с этого момента наше подсознание так устроено природой, защищает эти убеждения, даже если они ложные. Поэтому человек, если он в детстве сам себе сказал, там, я дебил, например, и учительница ему сказала, ты дебил, он после этого всю жизнь будет игнорировать огромное количество информации, которая ему будет говорить о том, что он умный человек. Подводим итоги эксперимента программы «Тайны Чапман». Сколько человек сумел погрузить в глубокий транс профессиональный гипнолог? Как считают исследователи, любое воздействие на психику основано на гипнозе. А подвержены гипнозу все. Ключ можно подобрать к любому. Это лишь вопрос времени. Подведем итоги эксперимента, который программа «Тайны Чапман» проводила на улицах Москвы. Мы убедились, что за несколько минут ввести случайного прохожего в глубокий гипноз, чтобы он начал выполнять сложные установки, практически невозможно. Зато в легкий транс, когда руки притягиваются словно магнитом, во время нашего эксперимента впадали практически все. Чем ближе руки, тем больше поя. Ближе, ближе, сами по себе, сами по себе. Больше, да. Вверх поднимается, вверх. Да. Она поднимается, мы все это видим. Сильно, 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 сильно. Еще сильнее, сильнее, сильнее. Спать, спать. Глубоко, крепко, полностью. Ощущения какие были? Когда с правой рукой было, я почувствовал, когда пытался ее согнуть, как будто пружина здесь стоит. И не дает. Что мешает? Может, у тебя скептический настрой. Веки слепаются, веки сжимаются. Пробуешь их открыть, ничего не получается. Почему? Не знаю. Почему? Я старалась. Свою роль сыграла и обстановка. Шумная, многолюдная улица. В условиях медицинского кабинета создать доверительную атмосферу и добиться цели легче. На улице воздействию гипнолога поддались около 30% прохожих. Это высокий, считается, результат для открытого объявленного гипноза. С поправкой на Россию. Потому что климат также влияет на гипнабельность. Более южные народы, они более гипнабельные. Более северные, менее гипнабельные. Поэтому для московской вот этой полосы совершенно неплохой результат. Следует учесть и то, что наша группа предупреждала людей об эксперименте. А значит, они были готовы к различным манипуляциям. В отличие от медиков, мошенники изобретают разного рода уловки, чтобы человек не догадывался о гипнозе и проникся доверием к собеседнику. Стать жертвой внушения может любой. Хотя большая часть историй о неуловимых уличных гипнотизерах, вероятно, всего лишь плод фантазий. Как говорят исследователи, в каждом человеке заложены способности гипнолога и экстрасенса. Кому из нас хоть раз в жизни не доводилось проявлять чудеса интуиции или совершать успешные манипуляции над друзьями и близкими? Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.